Рак Привет, привет. Привет, ребятки. Тысячелетний выходил в прямые эфиры. Каюсь, виноват. Обещаю справиться. У нас тут первый выходной в туре. И выходные настолько редкое явление, что даже, короче, нет идей вообще, как провести. То есть мы с Тони Раутом с утра сходили в зал. Максимум, что мы придумали. Потом поели, подстриглись, и все, и фантазия закончилась. Не знаю, можно залететь в кино. Но, правда, что-то идет какое-то говно одно в кино. Какие-то фильмы, я знаю, типа с рейтингом 5,3. Всякие типа Хэллоуин, ремейк и так далее. Как вы? Мы нормально, живы. На живы-здоровый тур. Офигенно. Офигенно. Вот эти 8 концертов, которые прошли все. Скажем так, один был концерт, который не понравился. Но это очень редкое явление. То есть, типа, нам не понравилось. Вот. А 7 из 8 прямо очень крутые. Очень крутые. Вот я вижу люди из Липецка. Липецк. Здорово. Липецк-то очень круто. Вот. У вас цепочки одинаковые. На самом деле фишка вот в чем. Почти все цепочки подобного размера, они продаются в России одного плетения. Это плетение Бисмарк. Поэтому почти у всех людей, у кого такая длина цепочки, она будет похожа. Вот. Так что, такие дела. Не, ну, смотрите, не понравился концерт не потому, что что-то там было плохо. Не очень удачный клуб. Площадка такая довольно плохая. Звук не очень хороший. Вот. И там поведение некоторых людей тоже, у которых отсутствие воспитания. Вот. А так, конечно, в каждом городе есть и большие плюсы, и большие минусы. Вот. А Жека Белобородов пишет. Рад, что вы не бросаете свое творчество. Так мы альбом пишем. Вот. Мы не собираемся бросать. Так. Ну, альбом, да, параллельно пишем. Я не знаю, не знаю, как Тони Раут параллельно. Я в туре параллельно пишу. У меня Абрикосыч пишет в Телеграм. Абрикосыч, пиши мне в трансляцию. А вот, кстати, пишут, что в Пскове был Даун, но мы не застали Дауна в Пскове. Я знаю, что там кого-то выгнали. Какой-то там был, да, какой-то мой мудак. Привет с Лидой, пишут. Дерзкий год. Лида – это в Беларуси. У меня был одноклассник из города Лида. Так. А по поводу звука, да, это вообще очень серьезная проблема. То есть мы... Тут иногда, знаете, возникает такая ситуация, когда ты приезжаешь в город, там, допустим, с населением 100 тысяч человек. Там есть одна площадка на полторы тысячи. Вот. Ну, формат такой условного там, я не знаю, басты, крида. Вот. А есть, ну, просто бары, барчики, пабы. И приходится выступать там, потому что больше ни одного клуба нету. Ну, и, конечно, они не готовы к вот этому разъебу, который мы устраиваем. Поэтому иногда звук бывает такой. Вот. Но мы привозим по максимуму аппарата своего вообще. Ну, только мы же не можем возить с собой огромные колонки. Там, типа... Мы возим пульты, там, типа, всякое. Я не очень хорошо в этом понимаю, поэтому, может быть, милю хуйню. Вот. Кстати, я отсудил Fresh Blood и вышел сейчас стол. Как это называется? Стол хип-хопа, стол Fresh Blood'а. С Мокки Мок, Симироном, там, PLC. Вот. Поэтому посмотрите. У меня там в сторис есть ссылка. Так. О, Вовка, привет. Сын Макар, привет, привет. Да. В семье Константиновых привет большой. Вовка, это тот самый Вова Конь, вы, может, помните. Если кто помнит, пишите в комментариях. Конь-балаконь, Вова Конь. В старых-старых батловых треках Макинтоша присутствовал этот персонаж. Это мой очень хороший друг, с которым мы выросли вместе на Дебенко, а потом он переехал в Москву. Сейчас он, скажем так, шишка в компании Huawei. Шишка в хорошем смысле слова. Так. Будет ли батл с реки, пишет. Чувак. Я не знаю, как тебе сказать. Батл с реки уже прошел. Тебе остается просто найти его на Ютьюбе. Я порадую тебя. Да, он уже был. Ты что, братан, ты живешь что, в погребе? Батл с реки. Гарри, когда в Уфу? Да вот, на самом деле, ну, блин, надо в Уфу? Конечно. Ну, весной, я надеюсь. Очень надеюсь на это. Я вообще, мне казалось, что Казань и Уфа должны быть в этом туре. Типа нам, в общем-то, не очень далеко. Но сказали то, что по маршруту не подходит. Так, что тебя больше всего бесит про тур? Да ничего не бесит. Не знаю, ничего не бесит, наверное. Раньше очень сильно бесило, когда были переезды, когда формировался тур хреново, вот раньше, когда были переезды каждый день, типа по 850 километров, по 800 километров. Когда мы просыпаемся в Удмуртии, работаем в Татарстане, а засыпаем в Башкортостане. И, короче, с концерта на концерт переезжаем, типа спим в бусе, вообще, типа даже заселиться иногда не успеваем в отеле. И это бесило очень, конечно. Вот. А сейчас, да не знаю, сейчас у нас команда такая, что, не знаю, ничего не бесит. Так. В треках Тони стало много нудятина, нету той злости. Ну, смотри, здесь братан Вернер Винай. Здесь вот какое дело, ты или принимаешь это, или не принимаешь. Никто же тебя не заставляет. То есть, какая злость у тебя должна быть? То есть, конечно, можно подавать все напрямую и там больше употреблять слов в духе так. Кровь! И такие рожи корчить. Но если ты будешь задумываться о том, о чем он читает, все осталось на том же, ну, в том же формате. Просто надо учиться думать и слушать текст. Правильно? А вот, а изображать злость и привносить злость в треки, это разные абсолютно вещи. Да, большой привет, Мурманск. Да. А почему в Туре не было Воронежа? Я не знаю, можно ли рассказывать или нет, но для Воронежа, в общем-то, мы вроде как кое-что готовим. Ну, на зиму, ну, если получится. Так, после концертов сильно устаешь? Ну, после концерта, да. После концерта мы обычно, когда где-нибудь сидим, то в основном это превращается, знаете, в... Ну, просто все сидят в телефонах, в основном молчат. Но с утра просыпаемся, все, типа, полный сил, садимся в бус, едем. В бусе досыпаем последние часы. Так. Где потерял Антона? Ну, Антон в своем номере, соответственно. Чего ему делать здесь? Что вам подарить на концерте в Питере? Подари нам свое настроение. Если ты будешь отрываться и получать удовольствие, это лучший подарок. Я не вру, это на самом деле так. Нас действительно очень много всего дарит. Мы все забираем с собой, все, там, не знаю, что можно съесть, съедаем. Там, что можно повесить, везем в Питер. Вот. Но лучший подарок, если ты просто придешь и будешь отрываться. Кострома, спасибо, да. Воронеж в февраль. Про Воронеж я не знаю, можно ли рассказывать или нет. Потому что вроде как мы еще не объявляли. Но вот Илорина Фоксл, судя по всему, что-то знает. Но, блин, просто в эту трансляцию может смотреть мой концертный директор, и он меня убьет, если я скажу то, о чем говорить нельзя. Так, жир на витах, да-да-да. Так, девочка из Курска, которую я спас на концерте. Записала и выложила трек в сеть. Я кого-то спас на концерте. А, я помню, помню, да. Тебе там, по-моему, стало плохо, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Я рад, что ты жива. Все хорошо. Так, неужели на нормальное интервью никто не зовет? Хотя бы, а поговорить как СТ? Что, это нормальное интервью, что ли? Ну, выйдет скоро на The Flow интервью. Вот это вот часовое с Никитиным. Какое? Был интервью с Купе, которое на радио. Где еще интервью нужно? А поговорить? Да, никто не зовет Дима Санохин. Никому мы не нужны. Пора заканчивать рэп, карьеру. Только тебе нужны, Дима Санохин, к сожалению. Возьмем тебя в свою команду, пойдешь? Будет ли какой-то баттл в ближайшем времени? Но в ближайшем времени точно нет. Так, так, так. Любань, Е. Так, расскажи про тату с твоим лого. Не понял. Рассказать про тату с моим... У меня нету тату с моим лого. У меня есть просто мое лого, и есть много... Ну, не очень много тату. Чего рассказать, не очень понял. Так, так, так. Привет. Сейчас, подождите. Вы когда-нибудь увидим мистера Макентош? Конечно, на альбоме совместном с Карри Топором, хотел сказать. С Тони Рауссом. Ха-ха, Карри Топор, это я. Нас все путают, даже мы. Да, будет, конечно. Но он, правда, не будет подписан, как мистер Макентош, но вы узнаете. Вот. Чувак просто написал ФСБ. Судя по всему, он тонко мне дает понять, что его похитили, и я должен позвонить кому-то. Братан, как в этих пацанских пабликах. Держись, братан, я еду. Так, все, сейчас. За кого-то пил на чемпионате мира. После того, как Россия вылетела, мне хотелось бы, чтобы победили бельгийцы. Вот. Мне сборная Бельгии очень, в принципе, импонирует. Вот. Но, в принципе, то, что французы победили, тоже неплохо. Призрак. Я рад, что понравился Виолетта. Да. Я читаю вас, видите. Я, мне кажется, давно не проводил трансляции, где я прямо... У меня, правда, телефон скоро сядет. Короче, если я с вами прощаюсь внезапно, вы на меня не обижаетесь. Это телефон сел, значит. Так. Кривляешься, что слонихи рожают на первом месяце. Да, да. Это из какого-то батла, я уже не помню. Из батла со стексой, по-моему. Когда в Сарат... Так как ты когда в Саратов? Скоро в Саратове будет концерт. В этом же туре будет. Через недельку. Как ты когда в Саратов? Питер. Ее. Супер. Почему не было Минска? С Минском. Вот какая ситуация. Я, опять же, не знаю, можно ли мне это говорить или нет. Очень тяжело сейчас у вас делать концерты. Не очень охотно пускают в Минск. Но у вас уже сточили законы. И в прошлом году мы с третьего, по-моему, раза получили... У вас надо получать гастрольку, чтобы приехать. Вот. И посчитали, что мы с Тони Раутом не... Как-то, не знаю... Наверное, недостаточно крутые, чтобы... Недостаточно как-то... Как-то было... Не несем достаточно культурной ценности для молодежи. Вот. И... Поэтому не особо получилось. А и плюс еще шли разговоры про то, чтобы маятник Фуко приехал в Минск. И чтобы мы там выступали. Но что-то они, короче, походу тоже не смогли сделать маятник Фуко. И мы решили не делать концерт на скорую руку, чтобы не подводить слушателей. И поэтому по Минску не особо получилось. Вот. Но у нас каждый год получалось. Поэтому, ну, блин, не знаю. Минску грех жаловаться. Мы ездим туда. Вот. Так. Мэри Бэт пишет. В зашкварную историю это превращается. Так, у меня комментарии немножко запаздывают. Я уже не помню просто, про что ты говоришь. Антипов пишет, что... Что с Антоном? Что он вялый на концертах? Нет. Что? Ты, наверное, каких-то... Ты, наверное, на записи смотришь. Антон разъебывает. Будь здоров на концертах. Просто. Короче. Да. Вот. Кукурузская точка. Аннов пишет. Количество лифчиков в туре сдвинулось с нуля? Нет. Это... Несмотря на то, что концерты вот в этом туре, они, ну, наверное, я не знаю, одни из самых крутых региональных вот в плане тура. То есть прямо мясо, все отрываются. На черной магии ноль лифчиков в этом туре, ноль. У нас еще что-то так произошло, не знаю, предыдущий тур, сколько было, по-моему, в Москве, если я не ошибаюсь, там Тула. Там были, короче, по восемь, по двенадцать, короче, ну, вот реально на припевах типа кидают. Но это у нас такая традиция черной магии, типа все кидают лифчики. Здесь, может, потому что мы впервые в эти города приезжаем. Ну, я такой думаю, блин, серьезно. И восемь концертов, ноль лифчиков. What the fuck? What the fuck? Так. Сейчас, 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 сейчас. Когда Питер 14-го, Питер будет 14-го декабря, Москва 16-го декабря. Любите ли вы свою аудиторию? Не бесит ли давать автографы и фоткаться? Слушай, ну, конечно, любой нормальный, не просто даже нормальный артист, нормальный человек любит свою аудиторию, потому что он понимает, что он делает музыку не только для себя, он делает музыку уже для других людей. Вначале человек делает ее, конечно, наверное, только для себя, потому что он пытается, там, я не знаю, завоевать какую-то аудиторию. Потом эта аудитория появляется, он не имеет права их разочаровывать. В первую очередь, конечно, ему должна Музыка нравиться самому Но потом Каждый человек, который подходит С ним сфоткаться, он делает это Потому что человек ему приятен И как бы Это абсолютно нормально, конечно, это здорово Кем бы мы были Давайте так по-честному Кем бы мы были без нашей аудитории Давно бросили бы все это Поэтому, конечно Так Пожелаю мне успеха по службе Пишет Скрудж Блэк Стар Скруджи Блэк Стар Мафия Пишет Успех тебе по службе Скруджи Блэк Стар Мафия Чтобы там ты Служил Что это за служба? Служба священника Или служба военная? Тебе, короче, и там, и там успеха Так Как относишься к Фаре? К Фаре Да хорошо, я считаю, что Фара Один из Наверное, самых крутых русских рэперов Который сейчас есть Но последний альбом Мне очень не нравится Его Но он очень Фара сам по себе очень крутой Конечно Это глупо отрицать Так, так, так Провожу ли я трансляции с подписчиками? Да, я провожу периодически У нас Те, кто периодически подключаются на Вот эти вот эфиры Они Ну Видят, что я подключаю иногда некоторых людей Даже есть Тут Любимчики всякие Короче Даже я помню некоторых Есть Мы Периодически подключаем Жданова Девушку, которую зовут Как-то Курва Так, так, так Сейчас Подождите Подождите Очень, очень, очень много Вопросов Я стараюсь листать Но я очень сильно Я за вами не успеваю Подождите Сейчас, секунду Улиткажуев Не любишь? Улиткажуев Всему это французы? А это я до сих Черт, это вопросы До сих пор еще с того времени Как я про Францию Улиткажуев Ну да Улиткажуев Они такое Смешанные чувства у меня Вызывают Причем до того Как я реально Побыл во Франции Много Ну, достаточно длительное время Я к французам Иначе относился Это самый пафосный народ Из всех, кого я встречал Прямо ничем не обоснованный пафос И у всех грязная обувь Для французов У всех Так Не игнорируй В этот раз Владивосток Не едешь Передай хотя бы привет Так Во Владивостоке Ж крутые концерты Я же Мы же два раза были Мы же не просто так туда Приезжаем Да, крутые А то, что мы не приезжаем Это не значит То, что мы игнорируем Так Твой фанат набил Твое лого И ты в сториз запостил Еще раз Скажи подробнее Так это конец истории Я выкладываю Очень много людей Скидывают свои татухи Вот Ну, я где-то каждую Там, не знаю Пятую, наверное Выкладываю Типа Ну, прикольно Мне приятно Так Ты смотришь Сториз с собой Конечно Даже я периодически Смотрю сториз Тех людей Которые смотрят Мои сториз Я же должен понимать Как живут Мои слушатели Так Так Стоп 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 Очень много Просто мяса Так Так В Казахстан Пока не получается Мы очень хотим В Казахстан Прямо очень Ну, пока реально Получается Сделать концерт Я не знаю Почему Это организационные моменты Конечно Блин Вы так много пишете Что у меня Мне даже Не дочитать До конца Один вопрос Помню, как купил Четыре диска На концерте Ты был удивлен Да Мы Последние диски Привозили Даже в этот тур И все Все диски Теперь куплены Там был огромный Тираж Весь раскуплен Вы же понимаете Да, что диски Это Ну, типа Сувенир То, что можно оставить Не обязательно диски Слушать Да, я не игнорю Просто вас Реально Очень-очень много Будет ли Фит со шнуром Да, мы не знакомы Со шнуром даже Да, и я Небольшой любитель Если честно Группы Ленинград Я как бы Отношусь Позитивно Наверное К тому, что он делает В музыкальном плане Но Мне были же В направлении Разгольной музыки Группы The Haters Конечно Шляпники Пафоснее Чем англичане Пишет Лисеночка Я Не был в Англии Поэтому мне трудно судить Но я бы хотел Съездить в Англию Я тогда обязательно Сравню и напишу Клик-клак Как тебе? Многих знаю Оттуда Почти со всеми знаком Лично Со всеми Знаком лично Со всей основой Вот Но Хорошо Смотрю Периодически Клик-клак Да Я вчера посмотрел Как Сейчас Подождите Я включу свет Тут Что-то очень темно Не то Опа Короче Посмотрел Как Джарахов Старый Читают Читают фанфики Или фанфики Правильно говорить Да Читают фанфики Про себя Гомосяцкие Короче В присутствии мам Это очень Очень круто Очень угодно Так Фиты на альбоме будут Но пока Не можем Сказать мы С кем Так 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 Задержка на 3 минуты Да я понял Расскажи про смысл Клипа Земля Санникова Ну Я не могу Рассказывать Про смысл Клипа Тут надо Подумать Ты понимаешь Типа Многие Не поняли Смысл Клипа Аспирин Но я не могу Это раскрывать Это не очень хорошо Так Я стараюсь Просто очень быстро Листать Чтобы вас догнать Бро Завтра операция Пожелаю удачи Пишет Мистер Мелченков 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 Надеюсь Твоя операция Пройдет круто Бро Ты нам нужен Живой Так Можно Будет Кажется Ваш концерт В Калуге 9 декабря Можно ли Будет Приобрести Меч Ты наверное Имел ввиду Мерч Меч Можно купить Это было бы Круто Продавать Меч Ну раз Про футбик То про Кокорина Пару слов А у меня Кстати Был про Кокорина Панч В песне Как она Называлась Господи Про Насильскую Дискотеку Ой С Артемом По кабакам Вот Да Привет Изелика Изелика Привет Когда в Чехов 2 Пишет Люба ШШ6 Пока Пока не в Чехов 2 О Все Смотрите Я догнал Ваши комментарии Ничего себе А вы в меня Не верили Чего еще Вам рассказать Давайте Еще пару Минутчик С вами Пообщаюсь Вы пока Спрашивайте Вот Но смотрите Про Белгород Честно скажу Что Пока Я думаю Пока Я думаю Что В ближайшее время В Белгород Мы не поедем У нас действительно Проблемы С вашими С администрацией Вашего города Почему-то Они считают Что Мы Наркоманы Каких мало И мерзкие личности И Маргиналы Но Не знаю Наверное Это Ни от нас Ни от вас Не зависит Вот Читал я Про дом В котором Дом В котором А Дом в котором Что Не понял вопрос К сожалению Так По поводу Иркутска Кстати Иркутск Мне очень нравится У вас в Иркутске Есть Место Я к сожалению Забыл Как оно называется Туда ехать Минут Тридцать Вот Самая ближайшая Точка Листвянка Называется Где можно Увидеть Байкал Каждый раз Когда я в Иркутске Обязательно Еду на Байкал Типа Это очень До вас До Иркутска Правда Очень далеко Лететь Это очень плохо Шрам на затылке Да Шрамы Да Этих шрамов К сожалению Много Помните Как в песне Было Что если Шрамы Украшают Мужчину Надо сказать Спасибо Жизни Она сделала Все Чтобы я Стал Красивым Поэтому Да Почему В Чите Мы не были До сих пор Для меня Загадка Так Стол Версус Будет ли Еще одна Часть И почему Название Поменяли Не знаю Стол Мы снимали Часа 3 Вот Мы болтали С Оксимироном Со Смоки С Ребятами Остальными Пил Сити Рэпс Часа 2 Или 3 Прям Долго И это Так Просто Порезали Осталось 20 минут Из этих 20 минут Там Я не знаю Минут 15 Это я И мне даже Как-то неуютно Похож на Джейка Джилленхолла Джейк Джилленхолл Один из моих Любимых актеров Кстати Когда он снимался В фильме Патруль Когда он был лысым И я был лысым И сбривал бороду Мне все говорили Что я похож на Джейка Джилленхолла Мне было Мне было приятно Типа Ну Нормально Потому что до этого Мне говорили Что я похож на Карима Бензима Нападающего Реала Мадрида А он Поверьте мне Так себе Акабы Поэтому С Джубеля Общаемся Редко Раньше вообще Не общались Потом В общем-то Ну редко Но иногда бывает Да-да-да Какой самый любимый город В России Кроме Санкт-Петербурга Мне безумно Мне безумно нравится Казань Ростов Краснодар Калининград Ну много Много Так Давайте еще три вопроса И все Я сворачиваюсь Потихонечку Потому что Короче у меня выходной Надо Это самое Не знаю Поспать Наверное что ли Но вы же все равно Будете видеть Что я онлайн Поэтому Вас не обманешь А с Ильичем Что с Ильичем В зависимости от того Что с Ильичем Так давайте Три вопроса Наких-нибудь нормальных только Не таких вопросов Как когда ты приедешь К нам В город В город Малые муравьи Почему тур продали Так Так это же хорошо Когда тур продали Это хорошо Весь тур берется И продается И мы ездим Вместе с организаторами Ну вот С Букин Машин Делали Сами Концерты А когда Есть покупатели Огромное Желание у людей Купить ваши концерты Это же круче Это же показывает Что типа успех Там Все дела Так Езжу ли я на Лексусе Нет Я езжу не на Лексусе У меня другой автомобиль Вот давайте Первый вопрос Лисеночка опять Пишет Как выжить в одиночестве Я думаю Что если тебя Не напрягает Одиночество То не нужно В нем выживать Нужно в нем находиться И получать удовольствие Если тебя оно напрягает То надо сделать максимум Чтобы ты Судя по никнейму Лисеночка Это девочка Ты должна сделать все Чтобы Одиночество Тебе не грозило Итак Второй вопрос Фамилию Тони Тони в студию Вот тебе вопрос Ладно Так как давно Не было Этой трансляции То Я скажу Но вы никому не говорите Он Антон Владимирович Поликарпов Ну это уже не секрет Конечно Ну и последнее Третье 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 Так 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 Сейчас Подожди Нужно какой-то Крутой Вопрос Не хотел бы Поучаствовать В зашкварных Историях У Ильича Но мы говорили По поводу Зашкварных Историй Про С Джараховым Вот И С Музыченко Тоже Ну Они когда будут Снимать сезон Наверное Может быть Мы поучаствуем Если там Все Карты Сойдут У них же сезон Уже отснят То есть Как бы Все же Это снимается Сезонами Поэтому У нас Сашкварных Историй Да Можно много Рассказать Вот Ладно Ребятки Давайте Только Поликарпов А не Поликарпов Ну Ты че Юль Ну Камон Ну Камон Ребят Спасибо Что Вы с нами В любом Случае Понимаете Очень приятно Было вас Видеть В туре Во всех Городах Где мы Уже Были И Будет Приятно Видеть Во всех Туре Во всех Города Где мы Будем Параллельно Мы пишем Треки И Конечно Потом Будут И клипы И все Интервьюшки И всякие Сторонние Проекты То есть Мы не сидим На месте Мы Развиваемся И Нужна Ваша Поддержка Ваши Вы Знаете Я же Гарри Топор Я же Считаю Лайки Репосты Вы должны Вы должны Быть с нами Вот Все Ребятки Давайте А то Принесу На следующий Батл Доску И буду Подсчитывать Сколько Кто мне Лайков Поставил Давайте Ладно Всем пока Всех Люблю Не уважаю Нет Не точно Это точно